Привет! Игромания на связи? Ну а All In — это такой островок безмятежности и покоя, в суете сумасшедших будней. Очередная подборка самых лучших горячих игровых новостей стартует буквально через 3, 2, 1. Нежный морж. Некоторые жалуются, что новостей о консолях стало как-то слишком много. Поэтому вот вам вести из лагеря ПК Бояр. Компания AMD анонсировала процессоры серии Ryzen 5000. Компания на примере 5900X показала, что в среднем игры будут работать на четверть лучше по сравнению с 3900XT. Похоже, что теперь дела у Intel пойдут совсем плохо. И это хорошо. Будет стимул напрячь булки и начать заниматься реальным развитием технологий. Впрочем, все и так знали, что с процессорами у AMD всё хорошо. Главная интрига — что там с видеокартами? Их полноценный анонс состоится только 28 октября, но вчера компания всё же намекнула, что нас ждёт большой сюрприз. Она раскрыла скорость нового Родеона в трёх играх. Конечно, этого недостаточно, чтобы говорить наверняка, но... Показатели примерно на уровне GeForce 3080 или немного ниже. Это вселяет огромную надежду, что на рынке видеокарт скоро начнётся настоящая конкуренция. Встречайте главного претендента на звание провал года. Экшн-мстители. В Стиме его онлайн опустился ниже тысячи человек. Из-за этого даже начались проблемы с подбором напарников для прохождения миссий. На консолях ситуация чуть лучше, но, похоже, проблемы есть и там. На старте оценки игры были в среднем 75 баллов из 100, но теперь они просели до 67. Оценки игроков ещё ниже. Всего 5,5 из 10. И главное — непонятно, что им не нравится. В игры же всё есть. И рекламы куча, и названия известные, и герои крутые. Ну да, геймплей забыли завести, но так это же мелочь. Тем временем разработчики уверены, что игроки ещё вернутся. Вот, мол, добавим контента и всё наладится. Наивные. Как говорил один сантехник из анекдота, тут всю систему надо менять. Что можно сделать на базе движка Unreal Engine? Одни делают игры, другие — фильмы. Мандалолец, например, был снят с его помощью. Но компания General Motors решила пойти дальше всех. Она поставила Unreal Engine в свой электрический пикап GMC Hammer. Это первая машина на игровом движке. Правда, колёса он не вращает. И даже управление бортовыми системами ему не доверят. Он всего лишь заведует интерфейсом. Покажет карту, включит музыку и... Конечно же, даст поиграть в Fortnite. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. Потому что если нет, то... Какой тогда в этом смысл? Первая презентация машины состоится 20 октября. Ролевая игра Kingdom Come Deliverance получит свою собственную киноадаптацию. Что это будет, фильм или сериал, пока неизвестно. Съёмки возглавит бывший вице-президент Netflix Эрик Бармак. У него как раз есть своя студия. По его словам, из игр с упором на сюжет, вроде «Ведьмака» или «Киндом Кам», получаются отличные киноадаптации. Кто знает, может быть, товарищ намеревается повторить успех сериала с Генри Кавиллом, который, кажется, совсем не против исполнить роль Артеса в будущей экранизации World of Warcraft. При этом сюжет в «Киндом Кам» действительно хорош. Ведь над ним работал Дэниэль Вавра, создатель первой мафии. Кстати, разработчики, в том числе и сам Вавра, тоже примут участие в производстве. К слову, студия Бармака недавно заключила соглашение с Sega по производству экранизации серии «Якуца». Осенний фестиваль игр в Steam преподнёс ещё один сюрприз. Помнишь, год назад Венуа Сокаль анонсировал новую часть культового квеста «Сайберия»? Так вот, нежданно-негаданно разработчики выпустили в сервисе Valve её демо-версию. Кроме того, опубликован трейлер, описание и открыт приём предзаказов. Итак, в Сайберия The World Before будут сразу два играбельных персонажа. Первая героиня – юная пианистка Дана Роуз, которая живёт в конце 30-х годов прошлого века. А вторая – знакомая всем Кейт Уокер, которая в 2004 году оказалась запертой в соляной шахте и теперь пытается из неё выбраться. Сама игра при этом должна выйти в следующем году. Ну а теперь куча новостей для фанатов Mortal Kombat 11. 17 ноября игра выйдет на консолях нового поколения. Обещают улучшенную графику и поддержку новых фишек, в том числе быстрых загрузок. При этом обновление с текущего поколения будет бесплатным, а те, кто берёт игру в первый раз, смогут за 60 баксов взять ультимативное издание со всеми дополнениями. Предзаказы начнутся 15 октября. И, наконец, самое вкусное – анонс второго набора персонажей. В него войдёт очаровательная Мелина и симпатяшка Рейн, а также Рэмбо. Его, кстати, озвучил сам Сильвестр Сталлоне. Набор станет доступен 17 ноября. А-а-а, время бежит неумолимо, нужно ускориться. Что же ещё случилось за прошедший день? Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука, заменив Тони Старка. Фанаты в восторге и теперь ждут триквел Spider-Man'а с Томом Холландом ещё сильнее. Майкрософт официально отрицает проблемы с перегревом нового Xbox. Мол, он греется примерно так же, как Xbox One X, и отстаньте! Разработчики Star Wars Squadrons не будут развивать игру после недавнего релиза. Ни дополнения, ни другого контента к ней выпускать не планируют. Ну и, наконец, стали известны даты релиза пары проектов. Футуристический боевик Outriders выйдет 2 февраля, а Гравевская битва о червячках Worms Rumble – 1 декабря. Хотя бета-тест стартует пораньше, с 6 ноября. А про халяву ты не забыл? На этой неделе Epic Games запустила раздачу подводной адвенчуры Amzum и тактического шутера Rising Storm 2 Vietnam. Ну что, всё ещё мечтаешь стать крутым стримером, заработать на Porsche летсплеями и вообще стать властелином Твича? Внезапно у тебя появился последний шанс исполнить свою мечту. 11 октября заканчивается приём заявок на проект «Добрейся, Олимпа». Там ты сможешь научиться мудрости у лучших стримеров, а ещё получишь шанс выбиться в лидеры российского Твич-пространства. Спонсором проекта является компания Gillette – создатель лучшей бритвенной системы для молодой кожи. У Gillette SkinGuard есть специальная ручка, которая уменьшает давление на кожу, а также система особо мягкого бритья, которая препятствует появлению раздражения. Всё для того, чтобы ты чувствовал себя как можно более уверенно, как перед зеркалом, так и перед миллионами зрителей. Все подробности по ссылке в описании к этому ролику и почему-то ещё не там. А, ну да, дождись пока. Ну что, вот таким выпуском завершаем эту рабочую неделю. Если не видел наши предыдущие ролики, обязательно это сделай. Потому что каждый обладает какой-то важной информацией, которая не устаревает никогда. Команда All-In желает тебе тёплых, приятных выходных. И, кстати, да, ты же знаешь, что с 1 октября начался новый сезон Саус Парка. И первая серия, пандемический спешл, она просто гениальна. Я считаю, одна из лучших серий Саус Парка за всю историю существования мультика. Поэтому, если ещё не видел, обязательно посмотри. Получишь удовольствие. Всё, увидимся уже в ближайший вторник. Береги себя и свою психику. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова